Полгода в оккупации немецких палачей. Около 32 тысяч ставропольских жизней. Со дня освобождения края прошло 72 года. Ставропольцы в этот день собрались, чтобы почтить память и поблагодарить своих земляков. Вспомнить героические дни 43-го года на мемориал Вечного огня пришли ветераны, школьники и представители власти. Губернатор края поздравил ставропольцев и поблагодарил ветеранов за великий подвиг. Вам, уважаемые ветераны, и тому времени, в котором вы родились, в котором вы воспитывались, слава, вечная слава. И мы, то, что мы говорим каждый день, мы помним и гордимся тем, что вы сделали для нас и для всех поколений. Великая Отечественная война не может оставить никого равнодушным. Виолетта Белоконь с архивами работают больше 30 лет. Документами и фактами 40-х годов интересуются чаще всего, признается Виолетта Владимировна. Немецко-фашистские захватчики, говорится в архивном документе, вторглись на территорию Ставропольского края 2 августа 1942 года с севера со стороны Сальских степей. 3 августа они купировали краевой центр Ставрополь. К концу лета под контролем немецких захватчиков был весь край. Фашисты сразу установили свои порядки и в первые же дни начали массовые убийства мирных жителей. В Государственном архиве Ставропольского края хранится список расстрелянных советских людей 12 и 15 августа 1942 года, тела которых были обнаружены в братской могиле на территории аэродрома. В списке значатся 124 человека совершенно разных возрастов – от 7 месяцев и до 60 лет. И это только одна братская могила – женщины, старики и новорожденные дети. Совершенно неповинных людей фашисты убивали без разбора. Рушили школы и больницы, сжигали дома и грабили семьи. Немецкие фашистские захватчики старались забрать все, что попадалось на глаза. Шарили по хатам, хлевам, курятникам. Они забрали у меня корову, пишет одна из свидетельниц, резиновые сапоги, ведро, два мешка и кусок мыла. Фашисты по-хозяйски занимали территорию. Учили жителей своему языку, меняли вывески с названиями улиц. Стены домов пестрили немецкими надписями. Но агитационные листовки были для всех. И исключительно на русском. В агитационных материалах рассказывалось о том, как хорошо живут. А немецкие крестьяне и рабочие, какое светлое будущее ждет советский народ, если Германия победит. Ставропольцев призывали вступать в гитлеровские ряды и сдаваться в плен тем, чьими руками были убиты их семьи. Но сломить русский дух врагу не удалось. Ставропольские герои сражались до последнего. Работали партизаны. Они оказывали всяческое сопротивление немецким оккупантам. Не давали им мирной, спокойной жизни. Герои были как среди мирного населения, так и среди воинов Красной Армии. Многие из них отдали жизни за светлое будущее края. Битва за освобождение Ставрополья стала последней и для старшего лейтенанта Ивана Булкина. Дважды раненый парень едва успел дать боевую команду, как пулеметная очередь остановила его жизнь. Иван Булкин был посмертно награжден Орденом Красного Знамени. Память о герое Ставропольцы хранят в названии маленькой улочки в центре города. Такой же короткой, как и трагически оборвавшаяся жизнь воина. Но герои знали, что сражаются не напрасно. Фашисты почувствовали, что не сумеют удержать наступление советских войск. 21 января 1943 года Ставропольский край был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 32 тысячи мирного населения замучено и жестоко убито. Разрушен практически весь край. За освобождение Ставрополья погибло более 300 воинов. Но память об этом времени и о героях будет жить вечно. Ваш бессмертный подвиг сохранять в веках. Клянемся! Клянемся! Клянемся!